Музыка Подведены итоги первого полугодия образовательного процесса в школах Саянска. Юные горожане, как всегда, активно участвуют в олимпиадах и в интеллектуальных и творческих проектах разного уровня. С 19 ноября по 19 декабря во всех общеобразовательных организациях города проходил муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников. Поскольку в этом году все у нас идет в соответствии с требованиями противоэпидемических, в условиях распространения коронавирусной инфекции, поэтому этот механизм мы тоже немножко изменили, чем в прошлом году. Если в прошлом году мы определяли какие-то базовые школы, на базе которых проходили олимпиады, то в этом году все олимпиады прошли на базе той школы, в которой ребенок обучается, с соблюдением всех требований. По всем предметам прошли олимпиады, кроме китайского, французского, немецкого языков, по всем остальным были. Значит, какие результаты у нас? Всего 508 учащихся, 7-11 классов, всех школ города приняли участие. Призовые места заняли 121 человек, из них 29 человек победителей, 93 призеры. Но количество победителей и призеров суммарно, оно соответствует показателям прошлого года. Но тенденция увеличения призеров и уменьшения числа победителей, она сохраняется уже третий год. По мнению учителей, это связано с содержанием олимпиадных заданий, а также с подготовкой, которая в прошлом году проходила в большей части в дистанционном режиме, и преподаватели не могли провести занятия в полной мере, как было необходимо. У нас есть ребята, которые стали победителями и призерами по нескольким предметам. Десятиклассница 2-й школы Бычкова Ирина, она победитель по русскому языку и призер по экологии и биологии. Таракова Анна, десятиклассница 5-й школы, победитель по литературе и призер по русскому языку. Симонов Михаил, выпускник 2-й школы, победитель по биологии и призер по экологии. И шесть человек являются призерами по двум предметам. Это Шорохова Алена, гимназистка, Васильев Олег, ученик 2-й школы, Мураенко Ксения, ученица гимназии, Макарова Анна, ученица 2-й школы, Комарова Екатерина, одиннадцатиклассница 2-й школы, Лупанова Юлия, восьмиклассница 2-й школы. Ну вот уже на сегодня стартовал региональный этап Олимпиады. Региональный этап тоже проводится совершенно по другому механизму. То есть определены даже не столь центры, сколько какие-то кустовые, скажем так, территории. Вот у нас несколько предметов будет проходить на базе зимы, один предмет на базе Ангарска, остальные мы еще даже не знаем, куда мы ребят повезем на Олимпиады. Будут организованы пункты проведения Олимпиады, то есть со всеми необходимыми требованиями и с видеонаблюдением. В основном они располагаются на базе пунктов проведения ЕГЭ. На региональный этап Олимпиад приглашены 13 соянских школьников, но принять в них участие согласились не все, ввиду сохраняющейся сложной ситуации в связи с пандемией. Никаких условий к тому, чтобы была прививка или справка по ковиду пока нет. Единственное, это всегда справка об отсутствии заболевания. То есть условия пока такие. Но условия меняются практически каждый день. Поэтому пока вот мы в режиме работы, организации, участия наших ребят в региональном этапе Российской Олимпиады школьников. Ввиду того, что вся весна для школьников прошла в дистанционном режиме, для того, чтобы разнообразить образовательный процесс, ребятам было предложено большое количество интересных мероприятий. На уровне российских конкурсов был проведен этап конкурса «Большая перемена», в котором было предложено участвовать практически всем заинтересованным ребятам. Они могли в качестве куратора определить и учителя, и родители, и так далее. То есть изначально мы мониторили, сколько у нас ребят участвуют, потому что это очень даже неплохо, когда ребята, находясь на дистанции, все равно чем-то заняты. Творческие конкурсы были. Но затем, конечно, как конкурс развивался, было несколько этапов. Ребята сходили с этих этапов каждое свое время. И затем уже у нас до полуфинала дошли раз, два, три, четыре, пять человек. Вот пять человек. Они участвовали в полуфинале на базе Новосибирска он проходил. Это Полина Каурова, Римма Шарипова, братья Римашвили Давид Иосиф и Уракова Дарья. Вот они полуфиналисты были. Они в разных сменах участвовали, то есть два заезда было. Затем уже после полуфинала в финал прошли уже два наших участника. Это Полина Каурова и Давид Ири Машвили. Вот они уже были на итоговом конкурсе. И мы уже говорили о том, что ребята за свой труд получили хорошую награду, которую они могут использовать на свое образование. То есть здесь четко, не куда хочешь, а именно на образование. И их кураторы, это в основном родители оказались, они получили также денежный приз, который могут использовать дальше на развитие либо своего ребенка, либо себя. Мы на сегодня говорим и родителям, и ребятам о том, что есть возможность практически у каждого побывать в Артеке, побывать в Орленке, побывать в Океане. Ну, с «Сириусом» немножко сложнее, там все-таки творческие такие смены проводят. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. И идет своего рода электронное портфолио, куда размещаются материалы о достижениях детей. У нас есть ребята, которые по два и по три раза были и в Артеке, и в Орленке. Поэтому нужно ставить большие цели и к ним идти. Муниципальный этап конкурса «Ученик года», в котором приняли участие представители всех школ города, проходил в несколько ином по сравнению с прошлыми годами режиме. Его победительницей стала ученица пятой школы Анна Таракова. На региональном этапе Анна представила Саянск тоже весьма достойно. Она стала лауреатом конкурса. Слеты российского движения школьников проходили в режиме онлайн. Саянские активисты были вовлечены во все мероприятия, а также стали участниками пятого регионального слета РДШ «Дистанционно». Одно из знаковых мероприятий, прошедших в первом полугодии учебного года, было посвящено 75-й годовщине Великой Отечественной войны. На территории гимназии была создана аллея памяти, где были посажены молодые клёны. Очень плодотворно весь прошедший период работали волонтеры-школьники. Они стали участниками всех всероссийских акций. Подведены итоги ежегодного муниципального конкурса среди молодёжи «Лучший доброволец Саянска». В результате по итогам конкурса «Лучший социальный волонтёр» первое место отдано студентке техникума, а второе место заняла Александра Колпачикова, это из четвёртой школы, и третье место гимназист Сергей Лаптев. Победителями номинации «Лучший медиаволонтёр» Стара Лаполина Канина из четвёртой школы, «Лучший волонтёр в сфере профилактики социально-негативных явлений» Анастасия Матвеева из шестой школы, «Лучший волонтёр в сфере патриотического воспитания» Давид Римашвили, школа номер четыре. Ну и уже есть результаты также ежегодного областного конкурса «Молодёжь Иркутской области в Лицах». Также наши ребята в многих номинациях оказались победителями. То есть, когда мы подводим итоги прошлого года и вот уже середина этого года, и мы говорим, что мы действительно в нестандартных условиях учимся, вот эти результаты, которые наши ребята показывают, говорят о том, что и в таких условиях можно найти интересные для себя мероприятия, интересные занятия, интересные дела и готовиться к поступлению в ВУЗы, и готовиться к итоговой аттестации. Для этого есть все возможности, вся информация размещается и на сайтах образовательных организаций, на сайте управления образованием, доводится через все мессенджеры. То есть информация есть, главное найти для себя дело по душе.